Привет, друзья! Вот есть люди, которые со мной отдельно, которые работают в интернете по элементам ключ-2. Есть там такое понятие у меня – коренной перелом негативного состояния в позитивное состояние, которое происходит за минуты. Но иногда за секунду. Это зависит от исходного текущего состояния. Это когда человек в диком нервном напряжении, например, у него психотравма, там, утрата, или там, допустим, у него есть актуальный какой-то волнующий вопрос – ну, экзамен завтра, ну, ты дрожишь. У спортсменов называется бандраж, а у девочек, ну, не знаю, по-разному называется нервная дрожь, может быть. Вот. Но дело в том, что вот метод ключ во второй части, в части ключ-2, это моделирование, осознанное моделирование инстинктивных действий, вот, например, дрожание. Вот смотрите, как интересно. Внимательно слушайте, пожалуйста. Так вот, вопрос заключается в том, что осознанное использование инстинктивных действий снимает лишнее напряжение. И вот дает такие преимущества, просто вот я молодею не по дням, а по часам. И рисую, и вам помогаю, и контенты делаю, каждый раз изобретение, но каждый новый контент уникален. И вот вы сейчас это узнаете. Ну, во-первых, вы теперь скажите, пожалуйста, вот картину. К каждому вебинару мы готовим картину. И поэтому вот эта картина. Мне Роман Газенко говорит, я его спросил, это женщина или мужчина, девушка или парень? Он говорит, девушка. Ну, я рисовал парня. Он говорит, ну как же парень может быть зеркальцем? Я говорю, ну тогда ему надо пальчики сделать более тонкие. Роман говорит, а мы же с Романом сейчас будем, Газенко, вебинар проводить. Ну, слушайте, а Роман говорит, ну сделай ему тоньше, чтобы целовать хотелось. Ну, я говорю, ну хорошо. Слушай, я спрошу у нашего коллективного разума в лице участников нашей школы. А вы как думаете? Вот я готовлю к вебинару картину. Мне она нравится. Вот я делал волосы чёрные-чёрные здесь. А теперь сделал такие вот немножко не чёрные. И сделал такие вот соотношения здесь голубая. Висит такая, как кулон серьга, а зеркальце жёлто-зелёное. Ну, такие, а там звёзды. И глаза, как звёзды, и зеркальце, как звезда, и колечко, как звезда. Да, вот тут много таких, которые держат целостность картины. Ну, губы слишком ярко-красные. Ну, вы мне скажите. Ну, а подбородок, как у мужчины квадратный. Ну, вы мне скажите. Напишите там комменты. Это всё-таки юноша или девушка? Кто это? Чтобы я всё-таки уверенно мог название придумать. И, может быть, и название напишите. Так вот, на этом вебинаре с Романом Газенко впервые будет показано один из элементов, ключ-два, осознанное моделирование вот этого дрожания, вот этого мандража, вот это состояние нервное, которое очень высокое напряжение. Вот осознанное моделирование, на самом деле, я бы назвал это так, проработать психотраву в высокочастотном поле, в поле вибрации. Вот это высокочастотное поле, вот это вот, вибрационное, это же скорость, скорость, очень высокая скорость согласования несогласованных систем в организме. Это высокая скорость согласования психических и физиологических процессов. Поэтому такое вот... Обратите на это внимание, дорогие участники школы. Я вам открываю такие истины, которых нигде не написано, ни в каких книгах мира. Вибрация, мандраж, нервная дрожь, так называемая, это высокочастотное согласование психических и физиологических процессов, то есть межуровневая синхронизация, чтобы снять стресс и обеспечить целостность. О как! А теперь на этом вебинаре с Романом Газенко будет этот дан приём, ещё раз повторюсь, которым я отдельно помогаю в скайпе или в ватсапе, выходить из психотравм. Я даю это, а теперь кусочек этого приёма дам на вебинаре, и Роман даст туда психолингвистику, вербальное звучание некоторых вещей, и когда мы соединим проработку любой психотравмы, чтобы получать коренное изменение быстро, а потом закреплять нашим методом ключ, вот получить вот такой вот переход из минуса в плюс через перезагрузку мозга. И покажу ещё перезагрузку в более удлинённом варианте, чтобы вы её сами потом могли применять постоянно, всю жизнь, чтобы омолаживаться, поддерживать хорошее состояние, открывать свои способности, рисовать, петь, танцевать, декламировать стихи, как нас учили в детстве, но с чувством, так, чтобы было всё естественно, чтобы вы были как магнит притягательный для всех, и сразу расширяли поле своего влияния и общения. Так вот, в завершение задаю вопрос. Мальчик это или девочка? Да, мужчина или женщина, девушка или парень? Как называется картина? Я уже всё сказал о вебинаре, который предстоит с Романом Газенко. И так мы пропустим все наши переживания через высокочастотное и семантическое поле. И вы увидите, да не то, что вы увидите, вы просто разом снимете, как раз плечи, столько проблем накопившихся и столько неприятных событий в жизни, которые накопились. При этом мы не будем ковыряться в каждой вашей проблеме. Вы будете выходить в зум и просто говорить, на градуснике напряжения 10 у вас. Кто знает метод ключ, уже знает градусник напряжения шкалу стресса 10 или 8 или 5 или 0, когда безмятежность. Ну, там посмотрите. Итак, друзья, я рад был сообщить вам, что скоро вебинар с Романом Газенко, который очень хорошо и очень мощно улучшит судьбу каждого. Это очень важно. Сегодня, в наше сложное, трудное, неопределённое время, всем это нужно. Всем и каждому. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова